Представимся, Владимир Гусев, я отвечаю за продвижение продукции Ялинк в России, и Юрий Якушин, инженер, специалист, который отвечает за несколько продуктовых линий, в том числе за оборудование Ялинк. Как мы и объявляли ранее, тема нашей встречи сегодня – это как повысить эффективность использования малых переговорных комнат. Или как еще их называют – «Huddle.ru». Я начну с того, почему же мы все-таки решили посвятить нашу встречу, отдельную встречу именно этой теме. На то есть несколько причин, я назову, наверное, две из них. Первая причина – это внешняя. Мы видим, что на сегодняшний день ситуация, которая происходит с точки зрения именно организации работы в офисе, организации офисных повещений, показывает, что в офисах число малых переговорных превалирует на другими переговорными. И оно растет. Оно растет значительно больше, чем средние переговорные, большие переговорные или конференц-залы. А вторая причина, которая нас побудила обсудить с вами это на встрече – наши внутренние технологические разработки компании Ялинк с точки зрения ВКС. Мы видим, что компания делает очень много продуктов, очень много моделей, и модели, которые помогают оснастить комплектами ВКС малые переговорные. Причем это делает для разных технологий, для разных платформ. То есть, наверное, самый большой спектр продуктов, которые она делает, именно для малых переговорных. Поэтому мы понимаем, анализируя эти два факта, мы понимаем, что компания отслеживает тренд рынка, потребности рынка, и понимает, что вот здесь вот есть востребованность, есть необходимость данным оборудованием. Поэтому на нашей встрече, ну, она будет, наверное, разделена такая вот невидимо на три блока. Первый блок – это мы поговорим о потребностях рынка, да, то есть что хочет видеть пользователь, что хочет видеть заказчик, и что хочет он получить от рынка и от технологичных компаний, что они ему могут предложить. А второе – мы поговорим о продуктах Ялинк, продуктах ВКС. Как я понимаю, многие из вас знакомы с этими продуктами, многие из вас эти продукты продавали, но мы их постарались, знаете, так это разместить по полочкам, для того, чтобы они структурно лежали и были понятны для вас. Ну и в третьей части нашей встречи мы плавно перейдем, просто эти продукты покажем, продемонстрируем. Надеюсь, что некоторым из вас, кто не знаком пока с продукцией Ялинк, это будет интересным блоком нашей встречи и необходимым блоком на встречу. Ну что, давайте тогда вводную часть на этом закончим, да, переходим к основной части. Ну вот как я говорил о том, что потребность малых переговоров растет, и я хотел начать, наверное, с того, что вот какие есть преимущества переговорных по сравнению с конференц-залами там или с большими переговорными. Ну, хотел бы сказать следующее. Конференц-зал или там большая переговорная, конечно, это необходимая часть любого офиса, потому что от нее отказаться нельзя. Всегда есть какие-то встречи, какие-то есть общекомандные собрания, какие-то презентации, где собирается достаточно много сотрудников. Но при этом по имеющемуся там опыту моей там личной работы, я вижу, что такие помещения используются неэффективно. Почему используются неэффективно? Потому что собрания, где приходят там 8, 10, 15 человек, они не происходят так часто. Там в лучшем случае, там, я не знаю, раз в день такое собрание происходит. Все остальное время переговорная либо пустует большая, либо используется под небольшие собрания, небольшие группы. Когда приходит там 2 человека в такую переговорную, 4 человека. И с точки зрения эффективности проведения собрания там небольшой группы в большом помещении, на самом деле это не очень удобно. Вот мы пришли, два сотрудника, перед нами огромный стол, мы сидим либо рядом друг с другом, либо напротив друг друга. Если нам требуется флипчарт, он удален, если нам нужен экран, он также удален от нас. Но это неэффективно. Поэтому для нас было бы лучше, если была бы у нас свободная, там, переговорная малая. А малая переговорная оказывается в дефиците, потому что она востребована, другие сотрудники ее заняли. Большое количество групп пользователей, небольшими группами могут собираться и активно их использовать. Потому что отделами, в принципе, собираются 4-5 человек. Вы знаете, тут можно очень много рассказывать. Наверное, это вообще тема будет отдельного вебинара. Но единственное, что хочется там еще поделиться одним опытом на предыдущем месте работы. У нас было 3 переговорные, они все 3 были достаточно большие. Так вот, в какой-то момент времени компания поняла, что, во-первых, а, переговорных не хватает, и, б, они неудобны. И вот прям по-живому резали. То есть две большие переговорные, там, выходные приходили, там, за выходные переделывали. И за одной большой переговорной две малые. С этими движущимися жалюзи, наверное? Ну, они были у нас стеклянные переговорные, да? И просто сделали одну переговорку, сделали. То есть это сделали за выходные, и мы получили, в общем, в пятницу ушли, в понедельник пришли на работу. Из трех переговорных у нас 5 переговорных. И вот эти малые переговорные, они у нас были на расхват. Ну, то есть это показывает вот эффективность. Потому что, во-первых, и переговорных больше, и общение удобное. И стоимость оснащения, вот тема наша сегодня, которая заставила нас встретиться, это тема ВКС. И оснащение даже малых переговорных ВКС, это дешевле. Поэтому, ну, далее останавливаться на этой теме не будем. Давайте перейдем к следующему. Вот в интернете там можно зайти, информации много. Я вот взял там планировку офисных помещений. Смотрим, я так понимаю, что это там офисное помещение, ну, компания какой-то, скорее всего, там, из сегмента medium бизнеса, небольшая компания, до 100 сотрудников. Вот я вижу, здесь даже вообще нет большой переговорной. Здесь вот 4 переговорные. Вот обратите внимание, 2 переговорные по 3 человека и 2 переговорные по 4 человека. Кстати, в эпиматике у нас также 4 переговорные. И они одна большая, а 3 переговорные небольшие, как раз рассчитанные на сбору каким-нибудь отделом. И как раз, либо условно от 2 до, наверное, 5 человек обычно и собирается. Не только во время ВКС, но и чисто для локального обсуждения какого-то вопроса. Так что вот, ну, это вот подтверждение. Мы, знаете, там рассказываем и вот находим из нашей истории подтверждение фактов, что вот мы видим именно потребность малых переговоров. Знаете, неделю назад у нас вебинар мы проводили, посвященный коворкингу. Я не буду повторяться. Кому это интересно, может посмотреть. Он есть в записи. Там полчаса рассказывали о коворкинге, о его стремительном росте, потребности в коворкинге. Единственный такой итог того вебинара, скажу следующее, что на сегодняшний день коворкинг немножко изменился. И коворкинг пошел в сторону работы с бизнесом. И в коворкинге очень много арендует помещение уже не там фрилансера, а целые компании арендует, потому что это очень удобно с учетом той ситуации, которая там сложилась на сегодняшний день с точки зрения ограничения передвижения. Некоторые компании объективно там, часть сотрудников отказывается там у офисы, которые арендуют на постоянной основе, там сокращают помещение, а часть сотрудников уходит коворкинг как более удобно. Или кто-то переезжает. У меня, кстати, такой тоже был опыт. Вот как пример, обратите внимание, это тоже, это действующий коворкинг, это план помещения в коворкинге. Вот если бы я не сделал пометку, что это коворкинг, я думаю, никто бы из вас не догадался, что это именно он. Очень похоже на обычное офисное помещение. И даже в коворкинге здесь также представлены переговорные комнаты. Вот обратите, здесь рассчитано помещение на 73 сотрудника, а опять есть три переговорные. Две по шесть человек, а одна чуть-чуть побольше, на восемь человек сотрудит. Я думаю, что эту тему мы более чем достаточно обсудили, к ней возвращаться не будем. Мы видим, что есть потребность именно в малых переговорах. Теперь давайте немножко классифицируем переговорные. И мы их разделили на два типа. Переговоры, знаете, таких для быстрых встреч на лету. Тет-а-тет. Знаете, это вот такие кубрики небольшие, там максимально рассчитанные на четыре человека. Но объективно, ну, комфортно, конечно, там размещаться двум сотрудникам. Это, наверное, самые недорогие помещения, но одни из самых эффективных в описи. Потому что там для оснащения нужен что? Стол небольшой, кресло, стулья, освещение. Все, больше ничего по факту. Такие переговорные можно, в принципе, даже не бронировать. Но зато, если у тебя какой-то есть вопрос сотрудникам обсудить, там, на лету, да, там, 5-10 у тебя есть, там, 5 минут, обсудить тему. Вот как мы, допустим, с Юрой, там, два... Это чтобы коллег, которые сидят рядом с тобой, чтобы им не мешать работать. То есть как раз как это идти на какое-то помещение в стороне, которое закрыто от посторонних, скажем так, ушей глаз. Да, верно, потому что, ну, тренд такой, что все идут и делают офисы, да, open space. Да, и тем самым возможность пообщаться на рабочем месте с коллегой, обсудить... Ну, да, приватный, даже не приватный, если там надо, ну, достаточно громко обсудить. Ты понимаешь, что делаешь дискомфорт другим сотрудникам, которые рядом с тобой сидят. Да, рядом с тобой сидит, справа, слева, сзади. Как минимум, там, 4, там, 5 сотрудников. Поэтому это, ну, хороший тон, да. У тебя есть возможность отойти в сторону. Вот мы с Юрой, я вот хотел закончить мысль, да, там, нам надо было 10 минут обсудить, там, согласовать нашу презентацию, да. Юрий подошел, говорю, Юр, давай пойдем обсудим 10 минут. Вот наличие такой переговорки, оно решает проблему достаточно удобным способом. При этом, ну, не знаю, КПД такой переговорный, если применимо это слово, очень высокий. Вот, но здесь, ну, нашей темы с точки зрения ВКС нет, да, здесь, ну, ВКС не поставишь. А вот есть, мы вернемся ко второму типу переговорных. Это переговорные, которые, ну, применим называть вот таким термином «Huddle Room», да. Вот здесь отличительные черты от предыдущей переговорной, да, мы выделили красным цветом. Да, вот здесь уже понятно, что здесь приходит команда 4 человека, теоретически может и 5 сотрудников поместиться, да. Здесь надо в такой переговорный флипчарт поставить, да, надо в ТВ-панель поставить для того, чтобы можно было бы отображать контент, да, могли обсудить сотрудники. Телевизор должен быть размещен рядом для всех, удобным для размещения. Помещение, да, оно, конечно, не минимально, но оно тоже оптимально. То есть такое помещение, ну, раза в полтора, в два раза должно быть больше предыдущего варианта, да. Идеально было бы, чтобы такие переговорные были с системой бронирования. Понятно, вот тут мы плавно переходим к тому, что в таких переговорных должны быть системы ВКС, потому что нам в половине встреч требуется привлечение либо там наших контрагентов, с кем мы общаемся, либо наших сотрудников. Мы уже больше полугода живем в таком режиме, когда многие сотрудники работают из дома. Вот у нашей компании «Эпиматика» есть корпоративное правило, да. Мы работаем в офисе, но где-то процентов там 10 сотрудников заболевают. Но это жизнь такая, никуда не денешься, у кого-то простуда, у кого-то еще что-то. Но сейчас в рамках пандемии есть четкое правило. Там небольшой насморк, все, пошел работать домой. Работаешь из дома. Но дело не должно страдать, да. У нас там совещание, мы должны обсудить. Мы пришли в такую комнату, подключили удаленного сотрудника. Ну, я не знаю, что еще можно придумать. По-моему, здесь вот более чем достаточно для того, чтобы решать задачи. Поэтому теперь давайте плавно перейдем, наверное, от темы, которую мы заявили, от первой темы основной нашей встречи. Теперь перейдем, как же мы будем оснащать такие переговорные, какими системами. Ну, этот слайд, он такой лишь подтверждение. Знаете, я его быстро проскочу, что в мире достаточно много переговорных, да. Но по имеющимся там разным аналитикам оснащены именно системами ВКС единицы. Я не знаю, это спорная там цифра 2, 3 или 4 процента, не суть. Именно единицы. Поэтому есть тема, где мы с вами можем поработать, как поставщики решений ВКС. Теперь давайте перейдем к следующей теме, да. Вот теперь к теме оборудования. Так сложилось исторически, что у нас с вами в мире не одна платформа, да, на которой мы работаем. Да, этих платформ много. Да, платформ много, у каждого есть свои преимущества и особенности в работе. Ну, да, собственно, основные, скажем так, игроки, по крайней мере, на российском рынке они представлены сейчас на вашем слайде. Это Zoom, всем известный, в связи с всем известной болезнью, набрал большую популярность. Это также решение от Microsoft. И, так скажем, классические игроки, Cisco, Poly, сюда еще и Ялинк затесался. И LifeSize. Ну, это, конечно же, не все. Пусть не обидятся те, кому мы не перечислили. Совет так же, не забывайте о российских производителях, тоже их большое количество. Соответственно, бывают в компании такие случаи, что у кого-то, например, корпоративный стандарт работает по Zoom только. Или, например, по Teams. Или, например, они работают только на Cisco Polycom. И нельзя так, короче, не получится сделать комнату, которая будет рассчитана только на какое-то одно решение. Потому что сейчас все больше и больше требуется универсальное решение. И, наверное, все-таки логичнее делать универсальную переговорную комнату, которая может и Zoom поддерживать, и Teams поддерживать, и решение от Ялинка Polycom, а не плодить количество переговорных комнат чисто для одного решения, для другого решения. Я тоже это поддерживаю мысль. То, что вообще было бы идеально, что ты, когда бронируешь комнату, ты не думаешь о том, что вот я пригласил контрагент в Zoom пообщаться, и ты не думаешь о том, что тебе надо именно Zoom Room бронировать. Правильно? Также есть задачи, когда, например, компания говорит, мы, у нас корпоративный стандарт, говорим, там, Teams тоже самое, много раз фигурировал, но быстрее. Мы работаем только по Teams. У нас для этого тоже есть решение. Да, но вот как замечают в чате, мы, кстати, тоже замечаем по своим запросам, которые поступают к нам и партнерам, что сейчас хотят именно универсального решения. Есть там в рамках универсального решения свои нюансы в работе, но они обычно все не очень критичные. Если мы о них поговорим чуть позднее, да и вообще у нас уже были вебинары, возвращенные непосредственно универсальным решением для приговорных комнат. Сейчас мы больше описываем как бы проблему и как ее можно решить. И посыл, который мы несем, его коротко можно сказать о том, что вот есть потребность. Ну, условный заказчик, гипотетический, говорит о том, что еще иначе. Да, ребята, вот я решил так, вот у меня будет Zoom Room, у меня будет Microsoft, да, вот как комната отдельная. У меня будет комната, где, допустим, у меня корпоративный стандарт e-link или там поле или еще кто-то непринципиально. И мне нужна там переговорная, где бы я мог прийти со своим ноутбуком и не думать о том. То есть открыть приложение. Сказали мне сегодня в Zoom, значит, в Zoom. Все, открыл приложение. А в комнате мне надо, чтобы был экран, мне надо, чтобы была камера, которая была бы широкоугольной, и было видно не только меня, еще трех коллег, которые со мной пришли. Мне нужны нормальные динамики, чтобы был звук хороший. Вот сделайте мне, пожалуйста, так. Вот на что Елен говорит, ребята, очень хорошо. У меня в портфеле есть все решения вот под ваши потребности. Я могу сказать, что не только задачи можно там со своим ноутбуком ходить, можно прийти в готовую переговорную комнату, условно, с флешкой. Свою необходимую информацию. И там уже какой-то компьютер уже установлен, и ты просто используешь уже его средства и свой ноутбук, и оставляешься на своем рабочем месте. Переходим как раз к решениям. Вот здесь вот на этой диаграмме мы показали о том, что у нас есть комплекты под решения классические, да, там стандарты. Первый столбец, где написано в SIPH323, это, скажем, традиционные VKS-системы, по которым работают Cisco, Polycom, Diarink, LifeSize. То есть это решение, ну, можно еще назвать его узконаправленным. То есть это только на перечисленное оборудование. Также у нас есть решение под все переговорные комнаты, от малого до большой, для Teams и Skype for Business, для Zoom. И есть, назвать ее линейкой для решения, оборудование для универсальных переговорных комнат. Опять же, можно и малые, и до больших переговорных комнат. Но сейчас мы говорим, конечно, о малых. Это наборное такое решение. Есть, конечно, готовый комплект, но можно и собрать необходимый. Смотрите, мы сейчас пройдемся по слайдам, обозначим, какие оборудования, а потом уже... Много интерактива, покажем это в работе непосредственно. Значит, в линейке для классических систем, ну, вот здесь хотелось бы выделить три решения. Одно решение, с которым вы давно уже знакомы, потому что оно не первый год, как на рынке. Да, это вот наш монокомплект VC200, который вот над монитором крепится вверху. Видите, это моноблок, который включает и кодек, и в нем камеры, и в нем микрофоны есть. Потом справа это решение Meeting Eye, это новый продукт, это продукт 2020 года, так называемый модельный ряд видеобаров. Вот новая интересная тема, которую там каждый не первый, но каждый второй спрашивает, интересуется потребностью. Да, сейчас очень популярное именно решение на видеобарах, потому что в отличие от VC200, у него тоже, конечно, есть микрофоны и камера, но у него также есть еще и динамик. Встроенный, и так бы решение все в одном. То есть достаточно купить одну железку, и у вас уже комната обеспечена, ну, она полнофункциональная. И у него еще одна есть фишечка, извините за такое слово, у него камера автоматически закрывающаяся. Автоматическая шторка. Автоматическая приватная шторка, потому что есть существенный процент людей, кто себя чувствует дискомфортно в переговорной, когда стоит открытая камера. Поэтому эта шторка открывается только во время сеанса видеоконференц-связи. Третье решение из этой модельного ряда, это вот не этого года, это предыдущего года решение, это VP59, это видеотелефон. Благодаря тому, что у него камера выносная, ее можно либо оставить на телефоне, если в конкретном этом месте угол обзора достаточно. То есть для проведения переговорных, либо можно ее повесить на, закрепить точнее, на TV-панели. Ну и благодаря наличию встроенного динамика, встроенного микрофона громкой связи, или можно подключить те же самые USB-спейзерфоны, которые также есть в портфеле E-A-Link. То есть можно совсем бюджетно сделать называемую маленькую переговорную комнату, опять же для классических систем видеоконференц-связи, там цена в стоимости РРМЦ меньше 1000 долларов. Меньше 900. Даже меньше 900. Ну там 899, да? Да. Заканчивая тему с точки зрения именно устройств, работающих по СИП-423, как минимум три модели у нас есть. Видим вопрос. Андрей спрашивает, что за микрофон на слайде с 59-м телефоном? К сожалению, пока E-A-Link его не производят. Это Bluetooth-микрофон CPW-90. К сожалению, сейчас такой микрофон еще недоступен, поэтому рекомендуем использовать USB-спейкерфоны CP900 или CP700. Они тоже беспроводные. По Bluetooth можно будет связывать их с 59-м телефоном. Ну вот тот как раз, который сейчас назвал Юра, это вот как раз устройство CP900 или 800. Да, он как по проводу может работать через USB-интерфейс, так и по Bluetooth. Ну, давайте пойдем дальше. Так, давайте, кто у нас там следующий будет? Следующий Microsoft. Для Microsoft у нас тоже в нашей линейке мы можем предложить два решения. Слева решение это WC-210. WC-210, кстати, очень напоминает терминологию решения предыдущего, которым WC-210, да? Он делал в его же корпусе. Все то же самое. Единственное, что начинка предназначена для работы с системой Microsoft. Там установлен специальный программный клиент на этом устройстве. И в комплекте, как вы можете видеть картинки, там идет CP900 как раз USB-спейкерфон, через который мы сейчас и общаемся с вами. Управление это с пульта дистанционного управления. А справа модель, принципиальное отличие, то, что здесь уже есть, отдельно уже стоит мини-ПК, которым работает программа, и здесь уже есть панель, тач-панель для того, чтобы организовывать, управлять в конференции. Само решение, оно, как вы можете заметить, дороже несколько левое, но есть свои нюансы, а именно в качестве управления это сенсорная панель, а не пульту, где надо в какие-то моменты несколько раз нажимать на кнопки, чтобы какое-то действие активировать. Практически они равнозначны, да? Но правое решение, оно более функциональное. И поэтому дороже. Да, поэтому дороже. Ну, опять же, выбор, все зависит от задач, которые ставит при собой клиент, можно предложить то или это решение. Насколько я помню, левый, то есть VC210, он работает только с Teams, MVC300, он и Sky4Business поддерживает, который как локально, то есть он PrimeS решение, либо облачный. Но также и Teams. Вот, ну, есть такие ограничения. Так, ну что, мы про софт, мы посвятили. Слайд следующий у нас Zoom. Под Zoom мы рекомендуем решение, которое вы видите тоже на картинке. Здесь оно отчасти чем-то похоже, наверное, на решение, которое было под Teams с точки зрения комплектации. Но здесь вы видите, здесь с точки зрения управления мы используем устройство, которое очень похоже на конференц-телефон. Это конференц-телефон CP960 и специальным программным обеспечением для работы с компьютером, в котором установлено приложение ZoomRules. Здесь уже всего один вариант, один комплект для малопереговорных комнат. То есть выбора нет. Его составляющие, вот видите, здесь они простоят. Вот конференц-телефон, который выполняет как раз функции и управления, и устройство захват звуком, и вывод звука, встроенную динамику и микрофона. Камера и мини-ПК. Следующее решение – это бьет бокс. Ну давайте как? Как мы? Бьет бокс расскажем? Да, конечно, рассказываем. Рассказываем, потом перейдем. Значит, смотрите, а это вот как раз то, что мы говорили, универсальное решение, так называемое, да? Суть этого универсального решения заключается в следующем, что для конференции, подключения к конференции, мы используем наш компьютер. Конференция или вебинар. Вот даже вот далеко ходить не надо, вот сегодняшний вебинар мы проводим с использованием данного комплекта. Вот перед нами ноутбук, да? Это как раз средство, к которому мы подключились к конференции. Теперь дальше что? Нам нужна была камера. Мы взяли камеру, USB-камера, UVC-30. Мы взяли спикерфон, включили спикерфон. А также мы взяли вот такое вот устройство. Я его сейчас сюда принес. Это называется бьет бокс. Значит, USB-бокс – это вот, ну, условно, так скажем, хаб, да? Вот здесь два USB-порта, которые мы заняли. Это подключили к нашу камеру, подключили наш спикерфон. Камера, я сказал, это UVC-30, а наша рукоугольная, поэтому она вот применима для… Мы хотели вам показать, что она идеально применима для малых переговорных комнат, потому что у нее такой вот угол обзора там чуть ли не под 130 градусов. Да, вот так и есть. 33 градуса у нее. Мы остановились на камере. Соответственно, такая камера, она будет оптимальна для вот небольших переговорных, как мы говорили, тема нашей сегодня встречи, небольшие переговорные, там до 6 человек. Эта камера, соответственно, дает хорошую фокусировку и на расстоянии там до 3-4 метров, поэтому самый идеальный вариант для этого решения. Значит, камера, спикерфон. Теперь что еще в этом бьетбоксе? В этом бьетбоксе вот здесь вот есть HDMI-разъем. По HDMI-камерам подключаем установленную TV-панель, либо дополнительный монитор, который установлен в переговорной комнате. И здесь вот есть еще один USB-шный разъем. В этот USB-шный разъем мы вставляем вот этот вот power-код, да, кабель питания в розетку и USB-бьетбокс у нас запитывается из розетки. Оставшийся четвертый провод, который здесь вот стационарный, к сожалению, я вам это не смогу показать, поверите мне на слово, у него также две возможности USB-type-сип, он заканчивается разъемом, либо стандартным USB-разъемом, и этот кабель я встыкаю в свой компьютер. Поэтому что получилось? Получилось следующее, что там рабочее место, либо переговорная комната оборудована данным бьетбоксом, что позволяет? Придя в такое помещение, мне достаточно принести мой компьютер и больше ни о чем не заводит. Мне даже не нужен блок питания к моему компьютеру, потому что все будет записываться от одного провода, который идет от бьетбокса. Вот это вот вкратце мы рассказали об универсальном решении для переговорных, когда есть возможность провести вебинар, открыть приложение Zoom, открыть приложение Skype и работать в любой комфортной среде, в которой мы работаем. Я бы хотел немножко дополнить. Идея в том, что заранее все скоммутировано, то есть вот этот BYOD-бокс, он вроде в роли такого коммутатора либо концентратора, к которому подключаются все устройства, уже установленные. Человек, приходя со своим ноутбуком, одним кабелем уже всю эту периферию, весь этот, он назовем его зоопарк устройств, он одним кабелем к себе подключает. Если нет Type-C разъема, здесь используется тоже переходник на USB 3.0, который Type-A называется, то есть это обычный стандартный USB разъем. Если есть Type-C с поддержкой питания, то будет еще и питание, если это заложить, если ноутбук поддерживает питание по Type-C разъему. И, соответственно, мы уже там запускаем необходимый нам программный клиент, Zoom, Teams, Skype for Business, VC Desktop, и проверяем, что у нас правильно выбрались, то есть не встроенная камера в ноутбук, например, а UVC 30, ну и просто проверяем настройки, что все правильно. Оборудование все у нас сервисировано, работает стандартными драйверами Windows. Заканчивай, да, последний слайд, пока я буду говорить. Юрий будет переключаться на мобильную камеру уже для того, чтобы сделать демонстрацию, нам требуется время, а вот подытожить, я еще раз сказать про Biotbox, повторить, да, то, что понятно, что это универсальное устройство, его можно использовать не только в переговорной. Если есть возможность, условно, купить несколько комплектов, то такой комплект поставить на своем рабочем месте, а такой комплект можно поставить у себя дома. Поэтому ты знаешь о том, что да, сегодня мне надо взять компьютер домой, не задумываешься о зарядке, взял этот компьютер, подключился, следующий день работаешь из дома, у тебя хорошая камера, у тебя хороший звук, и все это, твоя задача только иметь с собой свой компьютер. Почему это называется Biotbox, bring you on device? В данном случае там твоим девайсом является компьютер. Вот Андрей задает вопросом, камеру UEC мы не ограничены, можно использовать 50-80? Конечно, можно. Мы как пример, коллеги, почему вот мы акцентируем внимание, может быть это неправильно, тема нашей сегодняшней встречи малая переговорная. Конечно, можно поставить камеру 50, малую переговорную, но, наверное, это будет неправильно, потому что все-таки у нее узкий угол, и она не решит те задачи, которые есть в малой переговорной. А также, конечно, то есть можно подключить к Biotbox камеру UEC 50, для большей переговорной UEC 80, к Biotbox можно подключить и спикерфон, другой, который тоже работает по USB. Я сейчас отключу свой экран и передаю слово Юре на мобильного участника. Коллеги, я надеюсь, вам не ослышно. Собственно, я хотел бы срежать, как это в реальности используется. Вот на экране 59-й телефон, в прошивке видео, ну, заказ, и, собственно, как удобно с него подключаться к конференции, есть, если мы используем интеграцию с Google Meetings сервером, то мы можем нажать на кнопку «Метнадо» и пригласить поинтересу устройства в эту видеоконференцию. Ну, в первую очередь, если вы все-таки нажимаем создать конференцию, и, собственно, я уже в видеоконференции общаюсь с данным терминалом. мне есть камера, которая, как раз в киностанале, она регулируется, вся шторка механическая, чтобы никто вот конкретно не подглядывал. Вот, конечно, USB-станет, можно в любом раме установить, либо через стандартный USB-овремитель вывести на ТВ-панели. Также, если мы говорим о Весизм-шотом, то есть это, вот как раз здесь такая небольшая имитация маленькой переговорной комнаты Весизм-шот-треки. Все наши терминалы поддерживают работу с институтными панелями, в году, в котором я, например, могу не пользоваться в Пультон-ДО, но тоже нажимая, как написать на телефоне, вы могли заметить после этого в видеоконференции. Тоже давайте отсюда соберу видео к конференции. Нажимаем информацию и давайте позвоним к тому же данному абоненту. То есть маленькая переговорная комната достаточно удобная делать. И, соответственно, я уже общаюсь с конкретно ключевым устройством. Если мы говорим об MVC-решении, то есть о Microsoft, то, соответственно, вот как выглядит данный комплект. Он состоит из микрофона, сенсорной панели управления, в которой у нас старая версия нюк, сейчас обновляемые версии, он в домозале сейчас снова установим, и, соответственно, ЖК-панель с камерой. Вот как раз киеве си-тридцатая с механической защитной шнуркой. можно ее вручную открывать, закрывать приматная. Вот, соответственно, чтобы ее позвонить. Нам будет никакой не нужен. Нажимаем начать собрание. Ввожу номер сотрудника, которому я хочу позвонить. в нашем случае у меня тут рядом стоит абонент, у которого английское имя Андрей. Вот Андрей Шутин. Тут показывается статус. То есть, если его долго в сети не было, то, соответственно, тут статус меняется в онлайне. Я начинаю звонить. И на другом терминале у нас есть. Дальше модель тоже текст но и вот. Я заметил, что здесь находится рядом друг с другом. И, соответственно, все. Вот мы разговариваем и на твит-панели у меня отправляются изображения. Элементы самого управления конференцией. Тоже это индикаторы состояния работы микрофона. Вводим шокси. Есть вообще два изумия устройств. В принципе, все подословное. Есть экран, на котором будет изображение сверху кэмеры. И, соответственно, вот что у нас на конференции телефона. Именно на конференции телефона происходит управление и мы можем подожать на одной кнопке сразу подсоединиться к уже существующей конференции. Соответственно, нам надо ввести ее идентификатор. Либо если мы используем лицензию Zoom.ru, то мы сами можем запланировать конференцию и пригласить туда авторизованных абонентов. Ну, приорит свой телефон. И, соответственно, у меня создалась комната с уникальным идентификатором, который я могу послать. Я здесь у вас в фокусе. Я, честно говоря, надеюсь, тут есть небольшие ограничения. Соответственно, я отсюда могу уже управлять цепь камеры, я могу управлять работой микрофонов, выключать передачу изображения, либо выйти из этой конференции, а также демонстрировать контент, я могу. Что очень удобно именно в переговорных комнатах, когда сотрудники приходят со своими науками в переговорных комнатах, и со своими науками демонстрировать контент. Собственно, у меня, наверное, все по демонстрации. Я передаю слово Владимиру, и сейчас тоже вернусь в общий кадр. Ну, надеюсь, это было достаточно интерактивно. мы ведем трансляцию из нашего демозала, поэтому, если нет возможности там самим протестировать, вы можете сами, либо заказчикам записаться и приехать к нам в демозал, и мы можем в вашу конференцию на зуме с нашего оборудования позвонить, чтобы проверить, как это в работе именно. У нас уже такие опыты есть, приезжали, подсоединялись к корпоративным системам, общались, то есть, это стандартная практика. Дополнительно также приглашаем в наш демозал. Есть демозал, и тоже это важно сказать о том, что у нас есть в наличии демокомплекты, что могу сказать, их много, но их недостаточно, если честно, объективно. Проектов больше, чем демокомплектов, которые мы даем нашим партнерам, а вы, соответственно, со своей стороны можете уже дать заказчику на тестирование. Вот по этой части наверное мы то, что хотели проектировать. Тебе надо про персональные рабочие места рассказать. Я обмолвился уже, сказал, с точки зрения использования на персональных рабочих местах уже комплекта бьет. Я тебе предлагаю просто повторить, что бьет комплект, про который мы сейчас общаемся, он может не только для групповых каких-то решений, но также и для персонализированных, но все-таки для персонального использования, то есть в том же самом OpenSpace, лучше, конечно, не конференц-телефон, а USB-гарнитуру. Все-таки это, скажем так, коллеги у вас вокруг не будут услышать, с кем вы общаетесь, у Ялинка в том числе тоже есть свои характеричные хорошие гарнитуры, как с одним ухом, так и с двумя, бинауральные. Знаете, такая последняя тема, мы не планировали о ней рассказывать, потому что эта тема отдельная, эта тема очень большая. Самобытная, я вам сказал. Вы знаете, мы когда начали разговор по поводу малых переговорных и сказали о том, что потребность растет и переговорных достаточно очень много и этими переговорными, конечно, нужно управлять, потому что сотрудники не должны тратить время на выбор переговорный, на бронирование переговорный. Для этого существуют отдельные умные системы, которые позволяют делать из календаря или позволяют это делать на лету, подойдя к переговорной системе. Такие решения у нас есть. Это решение, основное на оборудовании компании Кьюбик и несколько у нас есть партнеров, которые делают приложения для этих систем. Сегодня наша цель была не рассказывать об этом, мы ее не ставили, а сказать о том, что такие решения есть и кому это интересно, вы можете посмотреть наш вебинар, который был проведен на этой неделе, два дня назад, во вторник. Этот вебинар проводил генеральный директор нашей компании, Михаил Кимучусов. Он записан, он разослан. Кому это интересно, вы можете написать, мы вам пришлем ссылку. Мне бы просто зайти на сайт YouTube, на канал компании Кьюбик, он там доступен. Решение от Кьюбик, оно позволит, как бы у нас свои темы, эта презентация называется, эффективность. Использование малых переговоров. Не было такого, чтобы пользователь пришел и неожиданно для себя увидел, что его комната занята. И вот чтобы вот это вот, сэкономить это вот время на поиск свободной переговорной комнаты, может со своего рабочего места это все узнать. А если вдруг у него так совершилось, что он все-таки пришел и обнаружил, что переговорная комната свободна, что потом его оттуда никто не подвинул, он может там самостоятельно уже непосредственно с переговорной комнаты зарезервировать ее. У нас также это решение появится, я надеюсь, совсем скоро. И в нашем демо-зале у нас это запланировано. Можно будет также на Steam бронирование и посмотреть у нас в демо-зале. Наличие оно уже есть, то есть оборудование сертифицировано, оборудование есть на складе. То, что Юра сказал, то есть мы планируем установить эти решения и, соответственно, в нашем демо-зале сейчас решаем такую задачу. Да, то есть из себя эти панели, то есть в AdCubic, он панельный ПК, так называемый, то есть это не планшеты, мы их называем панельные персональные компьютеры. Представлены в трех позициях. Это самое мощное, это 1050 панельный ПК, он может как монтироваться на стену, так и на подставке, как показано на картинке. Более бюджетная модель 1060 Slim с той же диагональю, но по функционалу она там уступает предыдущему, но зато дешевле. И решение для персональных рабочих мест в основном акцентировано это 0,3050. Важен такой нюанс, который уже омолвился Владимир, но я хотел бы акцентировать внимание, что бронирование осуществляется не самим кубиком, то есть панельным ПК, а при помощи софта, который на него устанавливается. Кубик – это чисто платформа для программного клиента, который туда устанавливается. Вот этих уже систем, которые осуществляют бронирование, у них на самом деле тоже большое количество. Есть опять же и российские производители, есть и зарубежные. С некоторыми из них мы уже работали, тестировали, и даже на выставке АСР-2020 показывали. У нас там было 4 решения, в том числе и российские. Собственно, вот, коллеги, я так понимаю, что… Надеюсь, последними двумя слайдами мы проявили интерес к этому продукту. Я повторюсь, что можно будет посмотреть. Если кто-то хотел бы персонально обсудить, тоже дайте нам знать. Мы проведем там отдельную встречу, посвященную решению для умных помещений. Потому что не хотелось бы ограничивать этот продукт, не ограничивается только системами бронирования. То есть это, наверное, там одна двадцатая часть или десятая часть того, что делает Кубик. Нет, понятно, но опять же, это надо уже в рамках Кубика рассказывать. И на том вебинаре, на котором мы акцентировали внимание, это все рассказывалось, способы присоединения, но в рамках переговорных комнат это самое важное и часто использовано, это бронирование. Коллеги, тогда благодарим вас за посещение, ждем ваших вопросов в чате, если они есть. Единоку две и заканчиваем. Ждем вас, а мы пока отключим у себя микрофон и подождем ваши вопросы. Вижу вопрос от гостя, было бы здорово, если бы мы видели ваши филы, чтобы не просто как гость прилить. Вот, Глеб. Запись, конечно, будет сегодня-завтра после окончания самого непосредственного вебинара запись появится на YouTube IP-матике. Там все записи наших вебинаров лежат. Кстати, по поводу вебинаров еще раз обращу внимание, мы сегодня затронули тему, значит, запись вебинара по кубик есть, запись вебинара по коворкингу есть, это вебинар, который мы проводили неделю назад, запись вебинара, который тоже неделю назад проводил Юрий, посвященный решению митинг-ай. 400-600 и USB камеры и UVC-40, тоже там это все есть, можете посмотреть. То есть, кого там интересует детально, уже есть отдельные вебинары. Соответственно, как минимум уже мы обозначили четыре темы, которые там последние полторы недели мы выложили для вас, для нашего участия. Все, коллеги, для этого, я понимаю, вопросов нету, спасибо еще раз, что пришли на наш вебинар, до скорых встреч. До скорых встреч, спасибо.